Ну, тогда добрый всем вечер пропорционально. Ну, у кого вечер, естественно. А у кого другое время суток, доброго другого времени суток. Ну, в первую очередь я хотел извиниться, потому что я в прошлый раз почему-то непрерывно ссылался на профессора Гринца, имея в виду профессора Швайда. Почему вдруг я начал говорить про историка, когда я был в виду философа, я не знаю почему. То есть профессор Гринц любопытный человек, но в нашем курсе он не должен иметь отношения вообще. Вот. Поэтому всюду, где было произнесено профессор Гринц, считайте профессор Швайд. Вот. Это в прошлый раз, чтобы, значит, это вот. Вот. Я как только кончил лекцию, вдруг сообразил, что я все время не ту фамилию произношу. Вот. Бывает такое. Засколько. Значит, теперь по поводу того, что сегодня. Ну, так как в прошлый раз было как-то очень философично, то мне хочется сегодня немножечко попроще некоторые вещи сделать. И связано с следующим. Что вот действительно, на мой вкус, Равхиз Дай Крэскас весьма остроумно приводит верование, верование это в смысле вера, которые не являются фундаментальными основами. А являются тем, что проистекает из Торы. Это означает следующее у него. Что вообще ни из каких философских концепций эти вещи не проистекают. Они проистекают из того, что написано в Торе. Вот. Давайте вот такую формулировку сделаем. Вот смотрите. Ученик Равхиз Дай Крэскаса Рабби Йосеф Альбо, который будет напишет книгу Сеферха и Карин, книга основ еврейской веры, у него будет, его книга, она в каком-то степени предвосхищает методику Спиноза. Но у него там есть свои, у христиан люди, которые таким методом действовали. Значит, методика выглядит так, что Рабби Йосеф Альбо пытается из некоторых основ, которые принимаются как аксиомы, построить философичную религию. Где каждый пункт как бы будет вытекать из некоторых философских основ. То есть, как бы, в чем идея? Идея Рабби Йосеф Альбо выглядит так. Давайте построим некоторый философский концепт, как должна выглядеть идеальная религия философов. Дальше он пытается доказать, что иудаизм таковым является. Вот то, что он это проделает. Разумеется, с оговорками, оговорки, они естественные, они действительно хороши по поводу того, что идеальная религия может отличаться, ну, то, как Средневековы было принято говорить, Митцадхам и Кабель. И с точки зрения того, кто народы, которые принимают, потому что все народы разные характеры, такое ровное место, что народы имеют разные характеры в зависимости от того, в каком климате живут. Там, в северных народы одни, а в южных другие. И там, самые хорошие характеры тех, кто живут в среднем климате, ну, и так далее, это греческие всякие дела, которые нам не важны. Но важно то, что тара может быть принципиально одной с небес, но на земле, в сосуде, который ее принимает, она может немножко меняться. Ну, он пытается построить некоторую вот такую концепцию. Рав Крескос говорит чуть-чуть по-другому, что есть, как бы, некоторое количество вещей, которые не вытекают ни из каких философских принципов, а они существуют постольку, поскольку они написаны в той. Примером такого является, как это ни странно, вопрос о вечности мира. Вот смотрите, Рамбом сам пишет буквально следующее, что с философской точки зрения ему он может доказать, исходя из аристотелевой физики, что мир существует вечно, или что мир не существует вечно. Можно доказать и то, и другое. Тем не менее, так как в Торе написано, что мир был сотворен, то он принимает именно эту концепцию. То есть, как бы, нет, философия не обязывает его верить в то, что мир существует в конечное время. Но Тора говорит, что мир существует в конечное время. Дальше он аккуратно демонстрирует, что если мы примем, что мир был сотворен 5700, столько-то лет назад, то здесь нет внутренних противоречий. Вот что для Рамбова важно, доказать, что внутренних противоречий в мире нет. Вот в этой концепции, с философской точки зрения, нет противоречий. Он это доказал. Ну, кстати, вот, как это ни странно, есть два связанных вопроса. Это вечное существование мира или конечность, но парный к нему вопрос второй. После того, как мир был сотворен, он будет существовать вечно или конечное? Это парный к нему вопрос. И регулярно мы обнаруживаем, уже первый еврейский философ, Саудия Гаван, старательно показывает, что мир, что Всевышний в милости своей может сделать так, чтобы мир не прекратится, а придаст ему новый толчок. Опять, вот, ну, смотрите, идея вот какая. Значит, Всевышний сотворил мир, мир как-то существует и движется по инерции. Я специально пользуюсь неправильным словом, потому что слово инерция в 10 веке, когда писал Раф Саудия Гаван, слово инерция не знали и понятия такого не было даже. То есть, вот, инерционного движения мир не знает до Галилея. Это он открыл инерцион. До этого, ну, как бы, но при этом люди же нормальные, они видят, как мячик ударишь, он катится некоторое время, а потом останавливается. По этому поводу понятие такое было, но его не было, как бы, в физике и в ученых трудах. И у него идея выглядит так, что Всевышний сотворил мир, придал ему некоторое движение во времени. Это движение когда-нибудь должно исчерпаться, ну, как любое инерционное движение. И что дальше? То есть, ну, вот, современные физики, там, какой-нибудь любую физическую концепцию со смертью мира, тепловая смерть Вселенной, энтропийная смерть Вселенной, и, важно, любую из идей физики современных возникновений. Вот, как ни странно, Саадия говорит именно про это. Но, говорит, Всевышний может, вот, когда придет времена Машеха, Всевышний создаст вместо мира этого лучший мир, и туда перейдут души достойных людей. То есть, как бы, это будет создание нового мира. Рамбом, со своей стороны, говорит, что нет ни одной философской причины, по которой надо было бы считать, что если мир был создан там некоторое число лет назад, там, пять тысяч лет назад, ну, во время Рамбом немножко меньше, то нет никакой причины считать, что мир когда-нибудь кончится. Но, опять, это связано там с его аристотелевыми представлениями о физике мира. Значит, вопрос, вот, теперь догматики. Обязаны ли мы верить в то, что мир не существовал вечно, то, что он был сотворен когда-то в прошлом, в какой-то момент. У Рамбома этого, ну, попросту нет. Вот если вы читаете, то этого просто нет. То есть, верить это или нет, это на усмотрение любого человека. Вот, например, вот, ну, во что верили в Средние века? Ну, давайте приведу пример. В Средние века верили в, ну, естественно, то, что непосредственно мы читаем в Туре, что Всевышний создал мир из ничего. Философские всевозможные идеи о том, что мир существовал вечно. Платоновская мысль о том, что Всевышний создавал мир, она есть, мидраж такой, Всевышний создавал мир, разрушал, создавал новый, разрушал. То есть, как бы, миры, они как бы создаются и разрушаются. Такая может. Вот по поводу, например, последней идеи, Рамбом пишет, что с его точки зрения это неверно, неверный подход, но тот, кто так думает в своем правиле. То есть, получается, да, у Рава Хиздая, например, у того же Рава Хиздая, он прямо в восемь правил, которые истекают из Туры, которые верят всякие разумные евреи, пишет, что мир конечен во времени, и что наступит конец цвета. Причем конец цвета надо понимать не в эсхатологическом смысле, не в том смысле, что в какой-то момент произойдет страшный суд и все, что связано с этим. А в том, что мир когда-нибудь кончится, и он загоняет это, например, в то, что это как-то вытекает из библейского текста. Нет, 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 минуточку, давайте я аккуратно. Время несоотносимо с Всевышним, но вот будь вы, как Аристотель, считая, если вы, как Аристотель, считайте, что время и движение, они, ну, время измеряется движением, и время и движение – это одно и то же. То есть время – это изменение. Сейчас я попробую сформулировать, это будет сложно. Смотрите. Вот время на самом деле во всей философии, начиная с греков, понятие времени, оно самое сложное. Вот понятие, вот все вещи, связанные с пространством, они намного проще, чем все вещи, связанные со временем. У греков была проблема в том, что мир существует вечно, и так как это непредставимо, вот это замечание Саади по поводу того, что представить себе мир вечный в прошлом физически невозможно. Я обычно привожу пример, что вот мы можем представить себе легко мир, который будет существовать вечно. И очень трудно представить себе мир, который существовал вечно. Это вот, это проблема нашего воображения. Для иллюстрации, вот вы стоите на вокзале, да, и расстается вот обычный там голос, и либо гнусный советский хворьем, либо приятнейший человеческий голос, как сегодня в аэропортах. Граждане и пассажиры с шестого пути отправляется поезд в вечность. Гражданам просьба занять свои места. Мы все понимаем, как это должно быть. А вот представить себе граждане, встречающие на пятый путь, прибывает поезд из вечности, у нас сразу возникает одна мысль. Как он может прибыть, ежели он в пути находился вечно? Мы не можем себе представить это. То есть, ну, в терминах, опять, средневековая философия разница между потенциальной бесконечностью и актуальной бесконечностью. Представить себе бесконечность, которая вот дана комплект, средневековая запрещала, ну, начиная с Аристотия. А вот представить будущее, которое потенциально бесконечно долго будет продолжаться, мы легко можем. И проблемы времени, они всегда, вот понять, что такое время, это всегда безумно сложно. Всевышний не соотносится с временем, но наш мир с ним соотносится. Вот попыток объяснить, как с точки зрения субъекта, для которого нет времени, не соотносится. А время – это как бы еще одно измерение, которое он видит сразу целиком. Представить себе такой мир, мы не можем вот такое восприятие мира представить. Но вот представьте себе, что Всевышний создает четырехмерный мир по Минковскому, извините, по Минковскому, то есть по Эйнштейну, где время сразу существует перед четырех измерением, четвертого измерения, и Всевышний воспринимает вот сразу весь этот мир как единый блок. Ну вот мы воспринимаем трехмерное тело как единый блок. Вот теперь то же самое, только у нас оно еще как бы размазано во времени, это тело. И мы воспринимаем его как единый такой блок. Но как вот сегодня рисуют движения время от времени когда хотят показать, как идет это самое, рисуют мяч, как бы задержка это самое по пути, и как бы мяч, он существует вот таким вот единым трубой, да, грубо говоря. Вот где-то вот так же существует для Всевышнего мира, как бы он существует именно вот в виде вот такого вот дополнительного объема. Тогда в этом смысле представить себе, что для Всевышнего нет понятия время, а мир конечен, можно и довольно легко. Ну, например, когда мне нужно представлять четырехмерные фигуры, я обычно их закручиваю в движение такое. То есть четвертое измерение, представляю как движение, потому что по-другому у меня не получается, я не умею по-другому это представляю, там читал про людей, которые умеют представлять иначе. Вот то же самое, только вот четвертое измерение, оно как бы время. И представьте, вот мир, конечный мир, который Всевышний представляет сразу вот всем блоком по трем пространствам плюс времени, вполне возможно и легко. Причем, это бы нисколько не будет противоречить бесконечность времени, грубо говоря, так вот, философски. Но как раз вот Рамбом, который не вгоняет эту тему в догматику, он довольно любопытный, потому что он на самом деле считает, что на религиозное воззрение человека не должно влиять вообще тема сотворила, конечен мир во времени или нет. он, он сам сделал эту приписку в комментариях к трактату Хэлла, о котором мы так много говорим здесь, он сам сделал эту приписку, что он вообще-то хотел сделать эти темы независимыми. То есть, как бы, вера в Бога не должна зависеть от представлений о сотворенности или вечности мира. Как бы, он ставил перед собой такую цель, что эти темы должны быть развязаны. Обратите внимание, Рабхис Дайк Рескас соглашается с Рамбом в этой концепции, что с его точки зрения столпом еврейской веры не является сотворение мира из ничего, но все нормальные евреи в это верят, потому что это написано в Торе. То есть, это как бы разница между причинами и следствием. Одно дело, те наши представления, которые пресекают из наших естественно научных и философских представлений, а другое дело, что следует непосредственно из текста Тора. Как бы иудаизм выдержит самые дикие представления о появлении мира. Вот что говорит и Рамбам, и Рабхиздай, он выдержит, но текст Торы требует от нас признания сотворенности мира. Вот эта тонкость, которая здесь очень важна для них обоих. В этом смысле давайте я попробую продемонстрировать кое-что, и оно довольно важно. с точки зрения вот куча народу почему-то убеждены в том, что проблемы взаимоотношения Торы и религии, они начались в 19 веке. на самом деле это правда, они проникли в широкие массы в 19 веке, а то, что у философов эти проблемы были намного раньше, и они были уже в 10 веке, совершенно точно, и они были и у Рамбама, они были у всех меняемых людей, ну в смысле по своему человеку в данном случае имею ввиду ученых людей, извините, не любых, а ученых. Эти проблемы были всегда, но они были, естественно, друзьями. Наука же она существовала всегда. Это сегодня нам некоторые представления тысячелетней давности кажутся дикими, и нам очевидно, что они неправильные представления. Но нам это очевидно только потому, что нас в школе этому научили в очень нежном возрасте. На самом деле, эти сегодняшние очевидности, они были достигнуты огромными трудами и к некоторым вещам, которые сегодня для нас элементарны шли веками. Это безумно трудно оказалось. Это вот еще раз я цитирую любимую высказывание Лидову Гуда. Все решенные, решенная задача проста. Когда задача уже решена, то остается сказать «А, так просто». Но это и есть высший блеск. Много сот лет задачу не могли решить, а вдруг вам показывают какое-то простое решение происшествие. Ах! Но когда мы понимаем, сколько веков до этого мы могли допереть, то мы понимаем, что представляем, как через тысячу лет будут смеяться над нами, над нашими представлениями о мире. По этому поводу Рамбом на самом деле у него действительно проблемой довольно серьезной. Именно взаимоотношения науки религии. И он совершенно не случайно в середине второй книги вставляет главу о том, что физические представления Аристотеля, на которых он опирается, не согласуются с астрономическими наблюдениями. Есть отдельная глава этой посвященная. И он говорит там, в этой главе некоторую важную вещь, ну, мы этого не знаем, но на самом деле под водой там скользит очень любопытная вещь, что если так, то мы получаем очень серьезное право развязать всю тему науке и религии и сказать, что они не связаны, что мы не обязаны ничем науке. к чему я это веду? Вот смотрите, с точки зрения Рамбома наука, Аристотелева наука, ну, давайте я по-другому ее назову, как мне тут долго пытались объяснить, я должен говорить спекулятивная наука, то есть наука до появления идей эксперимента, которая базируется только на наблюдениях, спекула смотреть, наука наблюдений, она существует там, физико-спекулятивная до Галилея, как раз Галилей первый, кто прекращает, кто вводит экспериментально, понятие эксперимент, хоть он их не ставил толком, но, по крайней мере, представлял, что это можно сделать, и описывал, как можно сделать, хотя я уверен, что он не делал этого, а только говорил, что делал. Но, тем не менее, вот эта вот революция Галилеевой революции, на самом деле, главная революция, две революции физики нового времени, это первая Галилеевская и потом Ньютонова. но вот эта проблема взаимоотношений науки и революции, она волновала всех и всегда. У Рамбума, так как он находится в аристотелевой философии и аристотелевой физике, мир существует вечно, с научной точки зрения. он доказывает, что научная точка зрения не обязательно можно представить не менее научную точку зрения о том, что мир сотворен, а поэтому мы должны действовать так, как написано. для того, чтобы быть более актуальны. Скажем, эволюционная теория, вот обычно принято говорить, что эволюционная теория в каком-то отношении сильно противоречит библейскому тексту. Вообще-то нет. Если, ну, не если, изменение мира во времени, как бы с этим никто не спорит. То, что мир во времени меняется как-то, с этим не спорит никто. О чем спор? Спор идет, два спора идут, точнее, три спора, с вашим позволениям. Первое, это у греков нельзя войти в одну реку дважды, как вы помните, что все непрерывно меняется. В контру ей позиция царя Соломона в книге Кагэлы все меняется, но остается неизменным. Вот, обратите внимание, с этого начинается книга Кагэлы, Экклезиаст, начинается с некоторого очень важного естественно научного фиксации следующего. Мир, вот смотрите, говорят про что-то, это новое, но это было во времена, которые были прежде нас, да, это уже в середине, но в начале все реки текут к морю, а море не переполняется, да, ветер дует в разные стороны, но возвращается и дует в какой-то момент оттуда, откуда дул в прошлом, то есть все меняется, но неизменно, иными словами. Теперь, третье открытие 19 века, главное открытие 19 века, это эволюционная теория, что мир может из ничего, как бы, ну, точнее, из какой-то материальной основы, плавно, постепенно меняясь, прийти к нынешнему состоянию, причем нынешнее состояние таково, что вы не можете сказать, что оно было в прошлом. Вот эволюционная теория Дарвина, ну, она на самом деле начинается в Гегеле, что для нас не важно, но обратите внимание, наибольшее впечатление она произвела не на биологов, у биологов как раз не были серьезные проблемы с самого начала, и они остались до сих пор, я только аккуратно, не поймите меня привратно, я не пытаюсь сказать, что эволюционная теория не верна, я пытаюсь сказать, что вариант Дарвина эволюционной теории меня не убеждает, это не значит, что я отвергаю любую эволюционную теорию, именно дарвиновский вариант мне не нравится, но вас в школе, кстати, учили не дарвиновской теории, поверьте на слово, что то, чего продают в школе, это не Дарвин, это кто-то другой, это совершенно другая идея, потому что дарвиновская теория мутационных всяких дел не может признавать, ее не было удавлено, и у него про другое речь идет, но вот обратите внимание, что тогда возникла дарвиновская теория, то в нее вцепились как вот собака в кость, в первую очередь, историки и социологи, кто вцепился в эволюционные теории, это именно историки, отсюда появляется в 19-й век всевозможные потрясающие эволюционные теории, они все по Гегелю, но они все из Дарвина, Дарвин с фургуменовой биологии, но в них вцепились историки. Теория, например, потрясающая эволюционная теория религии от тотемизма, когда верят в духов под каждым кустом, постепенно выделяются какие-то более большие боги, потом выделяются девять олимпийских богов, потом богов становится один, а потом ну не одного, да? Вот смотрите, вот эволюция, образец эволюции, правда, авторы этих теорий не могут привести ни одного примера, кроме евреев, а про евреев они ничего не доказывают, потому что вообще строго говоря, исторически у меня всегда такое подозрение, что эволюция, ну давайте я еще проговорю, уже в 1913 году появилась статья довольно важная, касающаяся 1913, довольно важная статья по дарвиновской теории. Краткое содержание статьи выглядит так, я уже не помню автора, краткое содержание выглядит следующим образом. Дарвиновская теория об изменчивости видов, которая непрерывно меняется, вообще-то создана для того, чтобы объяснить появление новых видов, но вся теория рассказывает то, что как старый вид может приспособиться к новым условиям. Мы не видим главного, откуда берется новое, а теория для этого создается, она призвана ответить на вопрос, откуда создать теорию. Она не отвечает на главный вопрос теории. Мы понимаем, что вот эта изменчивость позволяет старому виду приспособиться к новым условиям, мы не видим, как образуются новые виды из нее. От того, что жираф отрастился шею на метр в длине, он остался жирафом, только у него шея на метр в длине. Надо сказать, что у меня это легло на книгу «История письменности» немецкого автора, краткое содержание, которое выглядит так, что автор пытался вначале доказать эволюционное происхождение современного звукового письма из иероглифа. В конце концов, он сдался и признал одну простую вещь, что да, мы видим, как эволюционируют египетские иероглифы к звуковым каким-то, к звуковым возможностям письма. Но звуковое письмо это не эволюционный процесс, это революционный процесс. В один день и бедственную ночь, что называется, кому-то в голову пришла потрясающая вещь, что можно записывать не смысл слов, а звуки, которым передаются слова. Это революционный подход абсолютно, это не эволюция, это революционная вещь. Вот в дарвиновской теории надо куда-то вставить революционные изменения. Теперь, вот теперь вопрос, а религиозный человек имеет право в это верить? Ответ в изменчивость мира. Слушайте, у нас царь Соломон сказал, что мир меняется. Подождите, а в появлении новых видов в результате эволюции? Ну, во-первых, с моей точки зрения, это надо еще доказать, что такой процесс имеет место быть. Для того, чтобы, я не хочу ходить к тему, там придется долго говорить об определении понятия вид, понимаете, и вообще о значениях слов, это длинный какой-то разговор, и его надо оставить биом. Пусть они обсуждают, особенно это пикантно будет, когда заолог будет говорить с ботаником, это будет приобретать весьма пикантный вид, потому что у них совершенно разное представление о том, что такое вид, они просто не похожи только на друга. И это приобретает весьма пикантные черты, когда эти двое начинают говорить друг с другом на эти темы. По крайней мере, я пару раз присутствовал при этих разговорах, мне показалось это очень смешно. Но, смотрите, какие бы у меня не были представления о появлении животных на земле, это нисколько не является предметом догматики. То есть, всегда ли существовали животные таковыми, какие есть, или они возникли в результате каких-то эволюционных процессов. С религиозной точки зрения абсолютно все равно. Это не значит, что это все равно мне. Я человек, которому это любопытно. Но это вот то, что называется амбивалентно. Я готов принять и то, и другое. На меня это изменит мое отношение к миру, изменит мое представление о мире, но не изменит мою религиозную позицию. По этому поводу вот теперь мы лучше на самом деле понимаем и Рамбам, и Рамбахи сдаем. Они оба говорят простую вещь. Вообще-то в философской части религиозной догматики вечно существует мир или нет не является темой религиозного вопроса. Это не является религиозным вопросом. Что является религиозным вопросом? Религиозным вопросом является пункт, следующий пункт. Мир существует по воле Божьей. Божьей. Или, как говорится в Кадиши, в мире, который он сотворил кирцно, реут, это рацион на арамейском. Да, значит, как он хотел, так и создал. В мире проявляется воля Всевышнего. Это догматическое правило, что мир существует не просто так, а потому, что такова воля Всевышнего. Вот это догматическая тема. А вот как он существует и будет ли он существовать вечно, тема не догматическая. Точнее, она догматическая в том смысле, что вроде бы из тех, которые следует, что мир существует, был сотворен сколько-то лет тому назад. Но для тех, кто, может быть, не знает, я просто сообщу некоторую вещь. Когда говорят, что мир существует 5700, сколько там лет-то хоть, какой у нас год? 80? 78, да? 778, думаю. Нет. Да, 8. Когда мы говорим такую вещь, то ведь мы отсчитываем не от первого дня творения, когда любимый разговор, что вот вы говорите, мир существует 5778 лет, а ученый говорит, что он существует миллион. Или там 10 миллионов. Хотите 100 миллионов, не все равно. Но вообще-то я говорю о дате от изгнания. мы считаем датой сотворения мира первым днем, первый день после изгнания Адама из рая. Мы это считаем первым днем, вот началом, точнее, мы считаем годы от этой даты. Мы автоматически, для того, чтобы не говорить, что 6 дней до сотворения мира, добавляем еще год, просто, чтобы предшествующие дни, есть еще 6 дней до изгнания Адама из рая, 5 дней еще есть, вот чтобы их не говорить, что это 5 дней до сотворения мира, это очень неудобно как-то получается. Мы добавляем вот такой год условный назад, но мы не считаем от первого дня творения никогда, каким правилом это, прямо в Талмуде прописано, это правило, что мы считаем вот это годы от изгнания Адама из рая. То есть то, что мы называем лабрият улам, мы имеем в виду улам вне рая. Что было до этого вопрос, ну, уже совсем не догматический. Например, у меня нет ни малейшей проблем запихнуть в любимое место, которое куча народу любит цитировать. Пятый день и создал бог больших крокодилов и то, что кишит в воде и то, что летает на крыльях и увидел, что хорошо. То есть пятый день творения, вот вам динозавры, это большие крокодилы, что лучше опишет динозавры, чем большие крокодилы. по-моему, в нашем мире это идеальное описание динозавра. Я спокойно туда запихну, скажу, что динозавры это пятый день творения, заявлю, что пятый день творения продолжает целая эпоха, как она там называется, уже забыл школьную географию, Плейстер Центр, не помню, как-то она называется, вот, и у меня не будет проблем. То же самое, вот, обратите внимание, Рамбов говорит, что догматически человек имеет право верить в то и другое, хотя, в общем, понятно, что верная концепция, если следовать Торе, должна быть, что мир сотворен во времени, это Рамбов. Рамбов говорит, что это прямо вытекает из Торы, и всякий нормальный человек должен в это верить. Но, сравнивая их же двоих Равхиздай утверждает, что мир имеет, должен иметь конец тогда, а Рамбов говорит, необязательно. Ну, в каком мире хотите, в таком и живите, называется. Догматически нам все равно. И, кстати, довольно много вещей, некоторые есть вещи, которые, вот, вот идея о том, что есть вещи, которые нам все равно, она удивительна. Давайте я приведу несколько примеров, которые нам все равно. причем уже не такого свойства, как принимать эволюционную теорию, не принимать, а другого совершенно свойства, куда более казалось. Итак, мы верим в вечность души. опять, Рав Хиздай говорит, что вечность души это то, что следует из старых. Вечность имеется в виду формулировка ешаарут, то есть вечность будущая. это важный момент, потому что по вопросу о вечности в прошлое, тут, ну, для тех, кто знаком, есть Платоново представление о том, что души пребывают под престолом славы всегда и время от времени отправляются в командировку на землю, и представление, а потом возвращаются, да, в свой мир, и представление, скажем, того же Рава Саади о том, что душа, каждый раз сотворяется новая душа, и она как бы с нуля начинает свою жизнь. Вот верить в это или не в это это все равно, вы имеете право, это то, что называется амбивалентно. Давайте. Гильгульный шамот «Переселение души». Тема это вот «Переселение души», она как бы вот кругами ходит. Время от времени она, ну, я имею в виду в еврейских кругах, время от времени эта тема исчезает, ну, как бы не исчезает, а они прекращают говорить, время от времени она вдруг взрывается и ее начинают обсуждать непрерывно и все. То есть, как бы, ну, давайте какой-нибудь хороший пример. Вот еще недавно, в 90-х, 20 лет, то есть, поколение было, где переселение душ было безумно популярным тем. и как бы количество народу, которые верили в Гильгуль-Нашамот, что называется, было весьма велико. Правда, тут надо заметить, что большинство народу, которые верят, еврейскому народу, извините, которые верят в «Переселение душ», даже не догадывается, что Гильгуль-Нашамот в иудаизме не имеет ничего общего с буддийскими перерождениями и «Колесом сансары» это совершенно другая концепция, она не похожа даже, но при этом, я не буду ее рассказывать подробно, но она там хорошо изложена, ну, кому интересно, у Хайма Виталя. Но обратите внимание, вот Рамбом, который говорит, что душа приходит и после смерти отправляется в некоторый «Улам-Хаба» мир грядущий, только он у него существует параллельно с нашим временном отношении, он как бы, неважно, есть ли там время даже, но как бы он, мир-Хаба, он по отношению в душе данного человека, он, это не «Улам-Будущее», который будет после того, как кончится этот мир, да, а это как бы вот мир душ. И Рамбом считает, что там один раз человек родился, прожил жизнь и умер, все. Дальше он отправляется жить в некоторый, ну, жить. Душа попадает в некоторый свой мир, не похожий на наш, в мире грядущем нет ни сидений, ни стояния, ни сидения, ни еды, ни питья, ни половых наслаждений, но сидят праведники и венцы на главах их и наслаждаются сиянием божественного присутствия. его формула мидража, которая Рамбом присваивает и многократно повторяет. Теперь, у Рэбхайма Виталя душа после кончины данного человека отправляется под узел престола славы, и там некоторые части души начинают, если им нужен какой-то текун исправления, что-то не сделано, что-то не исправлено, как бы душа после того, как первый раз проживет, нуждается в исправлении чего-то, что в ней не исправлено, то она получает возможность повторить и эта часть души может повторить круг и прожить еще одну, две или три жизни. Но правда у Хайма Виталя душа не совершает путешествие это комплект, не в комплекте, а по частям. Но это как бы при этом да, в конце, когда весь стекун будет совершен, она опять собирается комплект, то есть она вот это мир грядущий, он в комплекте. будет при этом. Аккуратненько со всей терминологией. Но опять, верить в это или не верить, как бы это наша традиция, одна из наших традиций. Мы имеем право в это верить, то есть как бы обязаны всерьез к этому относиться, давайте вот так вспомним. Но скажем, уже упомянутый сегодня многократно раб Саотиа Гаон, но говорит, что это полная глупость. По поводу того, что является как бы частью еврейской традиции Гиргульна Шамот переселения душ. Но тем не менее, вот мы находим авторитет, который вообще полная глупость, что нет такого. Откуда вы это взяли, скажем? Это же чушь немереная. Это пишет как бы стоп еврейской мысли. И это как бы хотите верить, хотите не верить. то есть это в этой области лежит. Вы не имеете права над этим смеяться, над этим концепцией, потому что это часть традиций, к которой часть народа серьезно относятся. Об этом говорят серьезные авторитетные люди. Окей, окей, может быть, не знаю, я не виду себя, но вот любой человек как бы не знаю, принимаю, не принимаю, мне вообще все равно, например, может сказать кто-то. Я верю в то, что является догматикой. И шарутханэфэш, обычность души, это то, что со смертью человека душа не кончается. Это догматика. А вот как она не кончается, это уже отдельный такой разговор, каким образом она не кончается. И здесь полная свобода вырований. Более того, вообще-то вот я хочу обратить внимание на некоторую несеме. О том, что у нас должны быть какие-то представления о Боге. О том, что Он как бы вне нашего мира, но Его воля это наш мир или часть нашего мира, как хотите скажите. И у нас должны быть какие-то представления о нем, что Он один, что Он не подвержен изменениям, что Он и так далее. Такого типа вещи. Что Он не имеет облика и подобия. У нас обязаны быть такие представления. Вот о душе у нас мы имеем право не иметь никаких представлений. Мы должны знать, что она есть. такая математическая теорема существования. Душа она есть. Душа она вечно. Спасибо за внимание. Вот как бы на уровне догматики это вот так. По-моему это достаточно важный момент. Хотя при этом вот смотрите давайте кое-что о технических стороне вопросов. Вечность души как это ни странно весьма сильно завязана на тему награды и воздаяния. Вы сами понимаете почему. Потому что как бы рай только уже не земной с которой я говорил когда говорю про эволюцию про возраст мира а небесный он как бы часть темы награды и воздаяния. А награды и воздаяния это у Рамбома одиннадцатый принцип он да будет превознесен дает награду тому кто выполняет заповеди Торы и наказывает того кто нарушает запреты Торы. И наиболее высокая награда это мир грядущий а самое высокое наказание гуга карет это отсечение и мы уже сказали в этой теме и достаточно того. описание учит на этой там там но мы уже сказали в этом предисловии однако райский сад Ган Эден это место это маком дашен дашен это как же это слово по-русски унабоженное удобренное с хорошей почвой на земле где много воды и много деревьев плодородной может быть плодородной ну да плодородной давайте так где много воды и деревьев и туда отправляет Гошем и его открыл Гошем для людей для будущих и есть дорога туда чтобы они получали что возможно найдут в нем прекрасные весьма прекрасные растения которые принесут много пользы и это то что нам известно но это естественно известная года про мудрецов которые существовали путешествуя в рай тут надо понимать одну тонкость которую ну сейчас окончу будет понятно это все возможно и легко представить и возможно и вот коров такой оборот и это весьма возможно имеется ввиду следующее Рамбам и Рамбан это имеет ввиду дело в том что райский сад который в Торе упомянут в начале в истории про Адама он место географической земли Тора дает географические признаки как туда где он находится технически единственное что там по дороге стоит сараф с обоюдо острым мечом и не пущает туда людей но попасть туда там серия агадот про людей которые попали в рай и сорвали там травки и про людей которые решили туда путешествовать их много но как пишет по этому поводу Рамбан Раби Мушебен Нахман Нахман Нит да из значит что термин Ган Эден это перенос слова земного рая на небеса не в том смысле что там есть такой сад а перенос просто как идеальное место где все замечательно причем аргументация Рамбана она просто ведь прекрасна он по этому поводу только это не в комментариях к Тории это в этом самом письме на эту тему послании на эту тему в двух ответах у него просто отдельная книга но по этому поводу очень ехидная там весьма ехидные аргументы есть что понимаете говорит представьте на небесах сад я не могу по причине того что где есть сад там должна быть почва а чтобы на ней расты деревья там должен быть навод а соответственно должны ходить где-то животные и как представьте какающих в раю животных я не могу на земле легко а на небесах это явный перебор то есть вот его аргументация по поводу райского сада на небесах Что это как бы перенос терминов. И Рамбам это пишет. Но вот вера в Ган Эден, что душа попадет в Ган Эден, она как бы вопрос, насколько она обязательна. И как мы все представляем Ган Эден? Более того, в Мишне Тура Рамбам не упоминает Гегеном, а точнее говорит, что Гегеном это термин, который объясняет лишение места в Ламхаба. И, кстати, обратите внимание, когда он говорит, уже переходит от объяснений к догматам, к принципам, то он пишет. Наивысшая награда это Уламхаба, а наивысшее наказание это Карет. Вот точка. В Мишне Тура Рамб довольно подробно говорит, что Карет это человек не попадает, то есть наивысшее наказание это не попадание в мертвые вещи. Вот что он не упоминает? Он не упоминает прямо, по крайней мере, Гегеном, который является адом. Сейчас. И отмщение, больше которого нет. Я читаю в данном случае Йохот Чува, 8 глава, 5 путь. И отмщение, выше которого нет, когда отсечена будет душа, и не удостоится той жизни. Как сказано, оттечением будет отсечена та душа, грех на ней. И это уничтожение пророки аллегорически называют колодцем погибели, фильм Берга Шахет, Ибадон погибелью, пламенем, ну и так далее. И всевозможное обозначение конца и уничтожения называют его, потому что это конец, после которого никогда, никогда не будет восстановления и потери, которую никогда не вернуть. Тот, кто видит эти слова, с замирающим сердцем спрашивает, неужели учитель хочет сказать, что не будет наказания и страданий греховной душе. Как это спасти, сохрани, утверждают отступники. Вот дальше начинается действительно вопрос. Вот признает рамбом существование ада или нет? Опять, вот хочу обратить внимание на следующее. Слово Гейгеном, Гейгена, да по-русски, оно тоже, как и Ган Эден, заимствовано с рассказа о земном райском саде, так ведь и Гейгеном заимствован из рассказа о земном месте. Это земное место, оно между старым городом и синематеком в Иерусалиме. Тот, кто знает географию Иерусалима. Вот Гай – это ущелье между старым городом и там, где находится шотландское посольство, представительство шотландское, извините, подворье, шотландское подворье и синематека. Вот там вот есть Рахелина в горах, такое ущелье, ну, широкое ущелье. Вот это и есть Гейгеном. Это Гейгеном, Долина Геном. Гей – Рахелина Геном название. Там разные теории, почему он так называется, что нам не важно. Но это такое мрачное место, куда выкидывали много чего. Это такая помойка иерусалимская вообще-то была, где горели регулярно пожары, крутились всякие стервятники, воняло. Костры крутили. Место крайне неприятное для того, кто там находится. Вот эта долина точно так же географически перенесена на небеса просто в качестве для обозначения такого неприятного места на небесах. Здесь вот как бы плодородный рай, да, в рассказе про Адама. И против него такая огромная городская помойка, которая является адом. По-моему, противопоставление действительно красивое. То есть парк и ад, и помойка – это действительно здорово. Вот. Но вопрос выглядит так. По Рамбову, например, Рамбов не хочет говорить о аду. Он хочет сказать следующее, что человек, что так как ничего душа исправить не может после жизни, то вот что она заработала в этом мире, то она и получит. А каких-то исправлений в мире грядущем не будет. Почему все эти авторы, когда говорят про ад, потому что ад – это как бы два значения у ада. Это наказание и исправление. Если учесть, что в базовой концепции человек не пребывает в аду больше 11 месяцев, – это такая базовая идея в этом есть, – то это как бы место исправления. Но вот базовая я имею в виду народная. Потому что, ну, там есть описание некоторых публики, удостоившейся более вечного ада. Но это отдельная тема, там богатей много чего. То, что понятие об аде как место исправления и наказания есть в Алмуде – легко доказать. Вопрос, насколько мы обязаны представлять себя как. Есть целый медраж, кстати, который описывает подробно устройство ада с подробными деталями, с кругами, а мадурот – это не столько круги, сколько отделения. Есть медраж, который подробно это описывает. У Ашкиназов этот медраж редко читает кто, мало кто читал. У сепардов намного больше народа его читает. В том же сборнике есть описание рая подобное. Но то, что я пытаюсь сказать, на самом деле, наверное, просто. Человек обязан верить в мир грядущий. Но обратите внимание, если Рамбан, вечный противник Рамбама Райветт и куча другого народа, считает, что Гейгеном непосредственно, то есть вера в ад, она как-то вытекает из стары, то вот у нас есть человек, который говорит, никак не вытекает, не вижу. Ну подождите, вот там написано Гейгеном, вот там написано Абадон, там написано Шахат. Абадон – это одно из названий ада, но это слово пропажа просто, пропадение. Шахат – это просто пропасть, это просто бездна. То есть обозначение вот этих всех вещей как бездна, смерти как бездна, но оно не описывает что там. И опять, вот что я пытаюсь здесь сказать, это, наверное, довольно важно. Рамбам и нерамбам. Как бы считают, что человек обязан верить в две вещи. То, что душа вечна, и что после жизни есть награда и наказание. Но это два разных, как бы, у нас догмата. В каком смысле? Рамбам в одиннадцатом пункте пишет, что вечная жизнь райская – это награда. То есть вечность души он не пишет в качестве догмата. А как бы душа вечна в награду. Рав Хиздай пишет, что вечность души – это догмат. Вытекающий из текста Тор. Возможно, отдельным приговором Всевышний в качестве наказания может уничтожить душу. Но, в принципе, без прямого вмешательства в эту тему Всевышнего душа вечна. Это несколько отличные вещи. Но опять, технически любимый комментарий к ненаписанному. Если Тора нам ничего на эту тему не говорит. Если Тора говорит, присоединился к народу своему, когда говорит именно о умерших. Это по поводу того, есть ли упоминание загробного мира в Торе. Говорит, внимание, что присоединился к народу своему или к семье, к своей. Одно и то же в данном случае. К роду своему. Более точно, наверное, будет. Оно сказано про покойных, а не про живых. То есть Тора говорит, упоминает так между делом о жизни за гробом. Но при этом ничего не говорит об этой жизни. Вообще ничего. И вот здесь начинается некоторый важный момент. Если Тора умалчивает и не пишет прямо нигде практически это, ну, если там не читать какие-нибудь сложные мидраджи, то, наверное, она почему-то считает, что это не нужно. Причем вот это не нужно, оно безумной силы. Это не просто не нужно. Это Тора, Дана, у горы Синай стояло поколение вышедших из Египта людей. Египтяне тема жизнь за гробом, да, за гробной жизни одна из центральных. Она отражается в литературе, она отражается в рисунках. Эти огромные рисунки в Карнаке, в любых египетских всяких делах о том, как душу судят после смерти, да, это весьма центральная тема для египетской религии. Вот люди выходят из Египта и вдруг им на эту тему, вот эту центральную тему, вообще ничего не говорят. не говорят никаких подробностей, что вероятно, вот теперь происходит то, чего считается некорректно. Это в логике это называется апелляция к невежеству и она считается ошибкой. Хотя я считаю, что в некоторых случаях это важный момент. мы, если Тара молчит о том, о чем, как нам кажется она должна сказать, значит это молчание важно. То есть как бы как выглядит тема мира грядущего или вам или означает вам этого все равно не понять. Это очень важно. Потому что если душа нематериальна или какой-то не нашей материи, очень тонкой материи, то нам все равно не понять, как она существует в мире, который не наша материя. То есть как бы Тара говорит врать не хочу, правду рассказать не могу. Вам это не понять. Либо она говорит вам это не нужно знать. Вы должны выполнять то, что вам сказано. И будет что должно быть из этого то должно. Этот мидраж принимают, я знаю, поколение пустыни не имеет доли в мире грядущем, это имеется ввиду немножко другое. это некоторые года, которые надо понимать ограниченным образом. Но как бы оно получило некоторую очень важную вещь поколения пустыни. Оно видело, что другие явно они видели откровение горы Синай, они как бы на земле были причастны к Улам-Хабау. То есть не то, что они там были, они были причастны. Вот то, чего я сегодня упорно вел к этому, что некоторые вещи, которые там типа Улам-Хабаа, вопрос о сотворенной о вечности мира в любую сторону, они как бы догматичны, но без деталей. В отличие от наших представлений, например, о Буде и его взаимоотношениях с миром, которые догматичны в куче деталей даже. То есть мы должны верить в то, что мир существует по воле Божьей. Но как именно на ваше усмотрение, то же самое о вечности души. Мы должны верить в вечность души, мы должны верить в награду воздаяния после жизни, я имею в виду. Но как оно выглядит, либо вы вообще об этом не думаете, это ваше право, либо вы имеете какие-то свои представления, это тоже ваше право. Понятно. Вот кстати, про поколение пустыни, вот этот пример, вот тут говорят по поводу Доргамедбар Эн Моханок Моламхаба, во-первых, еще раз, не надо понимать буквально это место, но скажем, вот Корах, да, Вэдато, они как бы, вот они, как мы помним, провалились под землю, Кораха и его компанией. Некоторые говорят, некоторые говорят в ад, и они там прибывают, и рассказ раба Барбар Ханы по поводу того, что когда он шел по пустыне, то ему Тая, гид его по пустыне, показал место, которое раз, сколько-то времени, слышны вопли Кораха и его группировки, которые произносят, что Моше Эмед и Ватаратой Эмед, Моше истина, его учение истина, а мы там и так далее. То есть, они как бы пребывают в аду, вот вам такая история. Но вопрос, надо ли понимать такие вещи буквально опять, это на усмотрение. вот это все, что я хотел сегодня сказать. Если есть вопросы, пять минут могу ответить. Но те, которые туда заглядывали и рассуждали, есть. И по этому поводу, то, что мы рассуждаем, мы же рассуждаем не сами фантазируем на эту тему, а опираемся на авторитетах, которые туда заглядывали. Правда ведь? То есть, как бы, это не просто наша фантазия. То есть, товарищи рассказывают. Товарищи рассказывают. Вопрос, всегда вопрос выглядит так. Это тоже, что Рамбом говорит. Проблема в следующем. Когда пророк соприкасается с нематериальным миром, да, то ему надо перевести концепции не нашей действительности на язык человеческий, заточенный под нашу действительность. Да, на бинарные язык. Я понимаю, да. На бинарный язык. Абсолютно верно. Тогда по этому поводу вступает в силу фантазии. Да, вот фантазия в данном случае работает для того, чтобы перевести непостижимый на язык доступный. Она как бы пытается аналогиями работать в этой ситуации. И те, кто рассказывает про все эти дела, они же может быть переводят некоторые свои восприятия, но эти восприятия закручиваются на тех людей, которые это воспринимали. То есть это еще касается личности, того человека, который заглянул. То есть как бы это не просто объективно видел, да, а это объективно видел такой-то. Это субъективно видел такой-то, да? Окей. Ну хорошо. На этой замечательной ноте мы остановимся, чтобы продолжение, как обычно бывает в сериалах, оно подогревало интерес. Окей. Мы поговорим про Улам Хабба, договорились. Договорились, нет проблем. Улам Хабба, проговорим про Улам Хабба, это самое интересное. Окей. Окей. Улам Хабба,